Портфель заказов Индии на российское оружие превысил 10 миллиардов долларов. И в ближайшее время эта сумма может еще увеличиться. На аэрокосмической выставке в индийском Бангалоре уже достигнуты важные договоренности. Дели интересуют российские вертолеты, причем не только военные, а также истребители, корабли, ракетные комплексы. Дмитрий Толмачев увидел самые интересные новинки. За пируэтами, что вытворяют в небе летчики, головы зрителей поворачиваются будто сами собой. А когда пилот выполняет мертвую петлю, девушки хватаются за сердце. Одни запасаются биноклями, другие просто не выпускают из рук телефонов в надежде поймать удачный ракурс. Потрясающе, грандиозно, у меня просто нет слов. Авиасалон Аэроиндии еще с середины 90-х проходит здесь каждые два года. Именно в феврале, когда стоит наиболее комфортная погода. Комфортная, видимо, для индийцев, плюс 35. Но ради впечатлений зрители, которым не хватило места в тени, готовы часами сидеть прямо на раскаленном асфальте. Жару умело используют шведы, привлекая посетителей к своему самолету раздачей фирменных кепок. Расходятся как горячие пирожки. К сожалению, все закончилось. Вот это у меня на голове последнее, извините. На выставке как гиганты авиационной и оборонной промышленности, так и представители авиакомпаний, армий и государств. В прокладе павильонов могут заключаться миллиардные сделки. Осаждаемая журналистами женщина, можно сказать, хозяйка авиасалона, глава Министерства обороны Индии. Госпожа Сидхараман в компании российского министра промышленности и торговли не случайно делает остановку у модели МиГ-35. В ближайшем будущем Индия планирует обновить парк истребителей. И это один из главных фаворитов. Мы считаем, что наш самолет как в техническом смысле совершенен, он в экономическом смысле на длине своего жизненного цикла обеспечивает наилучшую экономику и эксплуатацию. Машины еще только проходят госиспытания, поэтому самого самолета на выставке нет. Видеопрезентация. Впрочем, о нашей авиации в Индии и так знают не понаслышке. На стенде, где вживую представлены самолеты ВВС Индии, в основном советская и российская техника. Попадаются, конечно, и европейские экземпляры, как, например, вот этот. Но чаще МиГ, вот, например, МиГ-29 или, сейчас подойдем поближе, Су-30 МКИ, любимец публики совместного российско-индийского производства. Если обратить внимание, он оснащен ракетой «Брамос». Так вот это тоже наша совместная разработка. Здесь вообще в последние годы стараются не покупать, а производить у себя по проверенной технологии. Например, к созданию 200 российских вертолетов. Ка-226Т приложит руку сразу несколько индийских компаний. Подписывая соглашение, их руководители не скрывают восторга. Прошли жесточайший отбор. Это очень выгодная сделка. И самое главное, она позволит нам получать и внедрять новейшие российские технологии. Мы получили определенные рекомендации со стороны индийских властей. Соответственно, провели собственную работу, посмотрели компетенции. И со среди низких компаний отобрали одних из лучших. Делают? Мы уверены. Это не единственный проект, который обсуждается в эти дни на российско-индийских встречах. Они выходят далеко за рамки оборонной промышленности. Фармацевтика – это база отрасли, в которой, в первую очередь, заинтересована индийская сторона. Вы знаете, насколько глубоко мы продвинулись с точки зрения производства лекарственных препаратов у нас в России. Поэтому мы сейчас говорим о том, чтобы поставлять уже на индийский рынок наши инновационные препараты. Местом проведения авиасалона не случайно выбран был именно Бангалор. Кроме того, что в городе множество военных частей и училищ – это еще и центр высоких технологий. Этакая индийская силиконовая долина. Бангалор – один из самых быстро развивающихся городов страны. Дверь в огромный индийский рынок для многих, в том числе российских компаний. Дмитрий Толмачев, Роман Хроленко, Первый канал, Индия, Бангалор.